Я вам сейчас покажу, где запланировано поставить окна. Пока идут каникулы. Депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая в своем округе проверяет исполнение наказов избирателей. Общебразовательная школа номер два имени Бесчастного в Африанове в этом году 44 года. Там и тут нужен поддерживающий ремонт. По просьбе учителей депутат выделила 500 тысяч рублей на замену старых окон в кабинетах и холлах. Раз, два, три. Здесь будет раз в кабинете с лесарной мастерской, еще два, три. Сэкономленные на торгах средства пойдут на замену окон на втором этаже школы. Показали Ирине Слуцкой и спортивный зал. Ему требуется ремонт стен, замена отслуживших окон. Очередной наказ дирекции школы депутат готова принять в работу. Школа приобретает действительно очень хороший вид. Также мы зашли в спортивный зал, который находится немного в удручающем состоянии. И мы будем решать по поводу выделения средств на следующий год. В прошлом году миллион двести. Для нас это очень значительная сумма была выделена. И мы застеклили весь четвертый этаж. Для нашего учреждения это просто колоссальный объем работы. И в этом году 500 тысяч нам дали. Мы будем продолжать застекление окошечек уже теперь в рекреациях. В общеобразовательной школе номер один на улице Механизаторов, в том же Фрянове, во время каникул на 500 тысяч рублей отремонтировали стены в спортивном зале. Средства также были выделены Ириной Слуцкой на исполнение наказов. Самая главная наша болезнь была в данный момент – это стены. Были оштукатурены, покрашены. Вы видели цвет. Очень приятный, веселый, создает настроение. Я думаю, уроки будут проходить интересно. На очереди ремонт в спортивной раздевалке. С просьбой оказать финансовую поддержку администрация первой школы снова обращается к депутату. Спортивный зал на сегодняшний день. Стены выглядят прилично. Все хорошо. Остались средства. И, наверное, покрасят еще пол. Это сейчас еще на решение начальства осталось, потому что отыграли контракт. Остались свободные средства, которые мы по закону должны потратить тоже именно на реконструкцию зала. Одна из форм работы депутата Московской областной думы – это встречи с населением. Вот на таких встречах жители могут задать депутату вопросы, которые по каким-то причинам не решаются на местном уровне. И, как правило, получают ответы. Раньше я приходила к терапевту. Мне давали направление. Все. А сейчас направление. Щелкова нас не принимает. Заключительный вопрос был по здравоохранению, что женщина не может попасть к эндокринологу. Этот вопрос я беру на себя, отконтролирую. И почему так происходит. На встрече с жителями, организованной в ДК Фрянова партии «Единая Россия», Ирина Слуцкая, руководство администрации поселений, депутаты рассказали о заметных переменах в Щелковском районе и городском поселении Фрянова и о планах правительства на ближайшие пять лет. Для меня, как для законодателя, очень важно сохранение нашего бюджета, который социально ориентирован. Более 70% идет на социальную сферу. 70% бюджета. Я верю в то, что именно с той командой, которая сейчас у нас, мы сможем ставить перед собой, как говорит Андрей Юрьевич, амбициозные цели и действительно достигать хорошего результата. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».